Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 То есть студентам приходится бегать, брать разные тома, собирать по ним, что и не очень удобно и не очень, скажем так, им помогает для подготовки к экзаменам, поэтому лучше всё это изложить в одном томе. Я тогда подумал, в чём тогда можно будет сделать определённую новизну этого пособия. И потом понял, что мы отойдём немножко от классического регионовического подхода, международные отношения в Европе, международные отношения в Азии, в Латинской Америке и так далее, а посмотреть на это с точки зрения эволюции мировых порядков. Посмотреть на это, описать отдельно Вестфальский порядок, именно международные отношения, отдельно Венский порядок, отдельно Версальско-Вашингтонский порядок и отдельно прописать зарождение Ялтинско-Подздамского порядка, в котором, как я полагаю, мы с вами живем до настоящего времени, а создан он был не по окончанию, а в годы Второй мировой войны. Затем, опять-таки, когда стал работать над порядками, я понял, что надо давать международные отношения именно по узловым точкам, именно по точкам соприкосновения между государствами. Например, такие вопросы, как внешняя политика России, внешняя политика США, это не входит в задачу нашего пособия. Это, скорее, история. У нас по узлам взаимодействия. Там, где есть, например, российско-американское взаимодействие, это наше. И вот именно по узловым точкам взаимодействия я и прошел в этом пособии. И, наконец, немножечко о выводах. Вот пока делались это пособие, я для себя так понял, что у нас в истории было, поскольку, да, 4 классических порядка, но 3 модели международных отношений. Вот первый вестфальский порядок, как он был от 30-летней войны до окончания Наполеоновских войн. Это был гегемонистский порядок, мир гегемонии Франции, которая боролась с различными коалициями. Вот тогда я подумал для себя, что этот порядок очень нужно обязательно давать его историю студентам, потому что он больше всего похож на наш нынешний, на мировой порядок с преобладанием только не Франции, а Соединенных Штатов. Хотя, если посмотреть, то и стратегии гегемонистские очень похожи. Второй порядок, венский порядок, порядок мира баланса сил. Ну и, наконец, третий, версальско-вашингтонский порядок мира идеологии, не просто баланса сил, но непримиримой идеологической многополярности. И вот отсюда, по-моему, мы можем обсудить интересный вопрос, а какой порядок больше всего выгоден Российской Федерации? Ясно, гегемонистский нам плох, он нам не подходит, что показывает и опыт Вестфальского и нынешнего порядка. Остаются два порядка. Либо нам бы в идеале хотелось бы мир баланса сил, либо мир идеологической многополярности. Тут есть свои за и свои против. Если брать мир баланса сил, то он нам был бы, конечно, хорош, но с одним условием. Он хорош, но сдерживает заодно всех своих участников набором правил игры. То есть мы должны быть готовы, что, несмотря на безопасность, наши, как показала история XIX века, амбиции тоже будут сдерживаться. Если брать мир идеологической многополярности, то он, эта игра без мира игры, по большому счету, почти бесправильно. Он хорош тем, что открывает кучу возможностей перед вами, вы не сдержаны ничем, но при этом вы должны быть готовы к тому, что это малопредсказуемый мир, в котором и ваша безопасность тоже будет поставлена под угрозу в определенный момент. То есть это как игра в рулетку. Насколько, какой из этих порядков был бы для нас, для России идеальный, по-моему, это и будет возможной темой нашего сегодняшнего круглого стола. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Вопрос к следующему эксперту уже поставлен самим автором книги. Так какой же порядок был бы для нас идеален? Татьяна Айсановна, попытайтесь ответить на этот вопрос. И вы согласны с тем, что Вестфальский мировой порядок очень похож на наш сегодняшний? Знаете, все мировые порядки похожи и не похожи друг на друга. Но мне бы хотелось начать немножко с другого. Мне хотелось бы все-таки начать с книжки, о которой мы сегодня говорим. Да, кстати, она создает конкуренцию пособию МГИМО? Ни в коем случае. Это совершенно другая работа. Я бы даже сказала, что она ближе к монографии, хотя и написана в форме учебника. Потому что Алексей Финенко, кстати говоря, если вы обратите внимание, я была рецензентом этой книжки, поэтому, может быть, в отличие от многих других, я ее таки прочитала от начала и до конца. Значит, что бы я хотела сказать в этой связи? Ни в коем случае это никакая не конкуренция, никаким многотомникам, которые мы издавали МГИМО и будем издавать в дальнейшем. Речь идет совершенно о другом. Почему монография? Потому что Алексей Финенко нашел вот тот самый один ключ, вокруг которого он, собственно, построил все свои рассуждения, а именно международный порядок. Не вообще о международных отношениях, не вообще о том, какие могли быть соотношения сил, какие были договора, как работали, соответственно, дипломатические службы и так далее, а именно, и вот это ключевой момент, именно о международном порядке. Поэтому это скорее все-таки монография, чем учебник, хотя по форме она идеальный учебник, с моей точки зрения. Потому что если вы откроете эту книгу, вы обнаружите, что вам не надо искать в интернете ни один термин. Здесь все объяснено по ходу дела. Есть масса цитат, масса примеров и так далее. От него не надо отвлекаться и не надо пытаться каким-то образом дополнительно какие-то искать другие материалы. А мы все прекрасно с вами понимаем, что если студент взялся за чтение книги, и он встречает термин, который ему непонятен, идеальный студент не пропустит этот термин, залезет в интернет, и дальше его обязательно отвлечет что-то другое, что там часто показывают на полях и в других местах. Этого здесь не будет. Здесь книжка, которая требует действительно полной концентрации. Второй сюжет, на который мне хотелось бы обратить внимание. Дело в том, что в конце 80-х годов появилась новая субдисциплина в рамках международных исследований, которая получила название «Истории теории международных отношений». Уже появилось несколько работ, причем почему-то очень активно начали заниматься канадцы, и совершенно точно определились, зачем им это, собственно, нужно. А нужно это именно потому, что есть, как всякая дисциплина, теория международных отношений говорит о сходствах и различиях. Она говорит о том, что некие ситуации могут повторяться. Есть какие-то рецепты, которые привели к позитивным или к негативным результатам, но, тем не менее, их необходимо знать, потому что мы никогда не начинаем международные отношения или внешнюю политику сначала, с нуля. Мы всегда опираемся на то, что уже было до этого, в том числе на то, что было уже сказано об этом. И, наконец, последний момент, на который хотелось бы обратить внимание, именно в связи с книжкой. Может быть, вы посмотрите, если ее откроете, речь идет об истории международных отношений. Но там есть маленькая добавка, и вот она ключевая для политологов. Не для историков, а для политологов. Дело в том, что одна из очень серьезных проблем, с которой мы сталкиваемся уже не первый год, заключается в том, что историки-международники с политологами-международниками не очень ладят, как бы рассматривая совершенно разные сферы своих специальностей и, в общем, методы, которые они используют при исследовании. Ни для кого не секрет, что историки часто говорят, что политологи обращаются к фактам из истории просто произвольно, вытаскивая их откуда-то, крайне фрагментарно, не поясняя сути связи. Иными словами, не обращаются к первоисточникам. То есть они как бы просто иллюстрируют с помощью исторических прецедентов те или иные свои положения. Но и политологи, как вы понимаете, не остаются в долгу. И они тоже говорят о том, что это очень интересно исследовать, например, Версальский мир, в деталях, как это все происходило, кто там участвовал, кто что сказал, кто что написал затем и так далее. А где обобщение? А где выводы? А где возможные модели, которые могут быть построены в связи с этим? И вот то, что Алексей Финенко попытался в своей работе все-таки примирить вот эти две школы, а я бы, с моей точки зрения, просто два крыла одного и того же предмета, мне кажется, вот это, пожалуй, одна из самых главных его заслуг. Хотя, может быть, это не бросается сразу в глаза. Ну и, наверное, самое последнее в этой связи. Очень спорный момент о происхождении теоретических исследований в международных отношениях. Ряд наших теоретиков начинают все, что называется, от Вестфаля. Это классика. Известно, по-моему, каждый второй это делает. Алексей, помимо Вестфаля, не забыл про Венскую систему. Ее обычно выпускают, ее обычно выбрасывают, она как бы не нужна. Наконец, от... с конца 90-х годов. И, наконец, от Версаля. И потом уже от Ялты и под Сдаму. Вот последнюю часть, я думаю, он напишет в перспективе. Но тот факт о том, что он выстроил вот эти практически все возможные модели подходов к истории, я думаю, что это как раз абсолютная новизна. И такого еще пока не было. Вот, собственно, я хотела бы с этого начать. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Господа, а кто-нибудь из вас еще вот этот вот масштабный труд прочитал? Да, неужели, Василий Александрович? Да, ну просто там в этом мире тоже есть выходных данных, поэтому мне надо было просто деваться, поскольку Алексей Владимирович попросил меня участвовать в редактировании этой книги. Поэтому, да, я прочитал от начала и до конца. А вы согласны с выводами, которые вот нам сейчас представила Татьяна Александровна? Я вполне согласен с мнением уважаемой Татьяны Александровны. Вот, я бы хотел сказать еще несколько слов о самой работе Алексея Владимировича вообще и о том, почему мы собрались именно сегодня. Вот вы совершенно правильно сказали, действительно, повод для нашей встречи, это начало работы очередной сессии генеральной ассамблеи ООН. При чем здесь работа Алексея Владимировича? Ну, то там, в принципе, учитывая, что вообще-то говоря, формально это выходит за рамки. Да, вот 1945 год стоит на обложке, да, то есть конец этой истории – это начало истории о рождении. На самом деле, действительно, здесь все это взаимосвязано. И вообще, хотел бы сказать о том, что 2018 год – это год очень серьезных, крупных юбилеев. Но ведь юбилей – не всегда праздник. Значит, юбилей 2018 года – это, во-первых, 400 лет со дня начала 30-летней войны. Это та дата, которая, в общем-то, стоит вот на начале. То есть одна из технологических рамок вот этой работы, да, 1948 год, но мы должны помнить, что перед 1948 годом был 1618. И вот, в общем-то, в этом году, на мой взгляд, совершенно незаслуженно был обойден вниманием этот юбилей. Да, конечно, много событий, есть что отмечать, в общем-то, слишком много событий текущих, чтобы вспоминать, что там было 400 лет назад, да, когда в мае, в хорошую погоду, да, в городе Праге собрались, в общем-то, оппозиционно настроенные дворяне и выбросили из окна чиновников из имперского центра, да. Ну, там, просто в Чехии – это традиционная форма политической борьбы – выбрасывать оппонентов из окна. Это был не первый, не последний случай. Ну, сейчас уже перестали выбрасывать. Ну, это, во-первых, история еще не закончилась, но такая, нет, эта традиция есть, это не было ничем случае, да. Вот представьте, как мы сейчас сказали, там, федерального центра, они взяли, в общем-то, и выкинули, да. После чего в течение 30 лет по всей Центральной Европе люди убивали друг друга, погибло, по разным оценкам, от 6 до 8 миллионов человек. Естественно, точных цифр просто нет, потому что очень много погибших – это мирные жители, не было, конечно, современной статистики. Это при том, что все население Европы было 170 миллионов, да, обезлюдили целые регионы, там, Германия, особенно, там, Тюрингия, которая потеряла три четверти населения. И это все закончилось листвальским миром, который, в общем-то, стоит на названии этой книги. Вопрос, что это было и зачем это было. Во-первых, масштаб, да, то, что хотела бы назвать 30-летней, и в нашем таком традиционном представлении такая европейская война, мы помним такие произведения, там, Шиллера или Бертольда Брехта, люди убивали друг друга. Ну, вообще, это была мировая война, потому что вот не случайно мы с Кирилл Семеновичем долго обсуждали, какую картинку вынести на обложку. Видите, что в итоге на обложке появилась картина морского сражения. Соответственно, это, конечно, красиво, да, эпоха паруса, романтика, но, с другой стороны, именно борьба на море придавала конфликтам вот этого периода глобальный размах. Да, 30-летняя война вроде бы в основном беглась на суше, но морские сражения велись и в новом свете в Америке, и в Азии, борьба за колонии. И, в общем-то, эта война похоронила, например, такую вещь, как морское господство Испании, начатое блестящими предприятиями Христофора Колумба. В результате тоже получилось, что, в общем-то, немецкие католики отчаянно убивали немецких протестантов. Кто был главным бенефициаром этих событий? Франция. Да, вот, получается, одни не убивали других, а в итоге, в общем-то, все плоды этой победы пожила Франция. Она смогла остановить претензии Габсбургов на гегемонию, начала борьбу за гегемонию, смогла расчленить Германию на больше 300 государств, что, в общем-то, и это все, этот конкурент подошел до следующих больших войн, до войн наполеоновских, которые закончились очередным порядком венским, который, на мой взгляд, является оптимальным для нашей страны, к вопросу, который был здесь задан. Я считаю, что венский, у нас же дискуссия, зачем же все это было, зачем люди, в общем-то, с такой силой убивают друг друга. Дело в том, что целью войны является мир. Никакая война не ведется ради войны. Целью войны является именно мир, а точнее, мировой порядок. В общем-то, есть такая хорошая латинская фраза, «Севиспасом парабеллу», да? «Если хочешь мира, готовься к войне». Ну, такая традиционная тратовка этой фразы, что люди, в общем-то, такие нехорошие, циничные, двуличные, говорят по-другому, а делают другое. Я не знаю, может быть, изначально смысл этой фразы был другой, что если вы хотите мира, то есть если вы хотите того мира, который бы устарел вашим интересом, если вы хотите оптимального для себя мирового порядка, то вы должны быть готовы пройти через войну. Если вы хотите мира, готовьтесь к войне. Действительно, а, собственно, если вы любите отношения, за что мы сегодня, наши страны, воюют в Сирии? Наверное, не за то, чтобы там власти в Дамаске был тот или иной человек, а за то, чтобы, в общем-то, мировой порядок учитывал интересы нашей страны. Да, порядок может быть один, другой, но понятно, что порядок всегда лучше хаоса, и порядок, конечно, не каждый для нас оптимальный. Очень важно, чтобы этот порядок был устойчивым. Вот еще один юбилей, точнее, еще два юбилея этого года, да, это столетие окончания Первой мировой войны, вот в ноябре, вот это будут отмечать. В Европе есть традиция, 11 ноября, в 11 минут 12, там, это минуты молчания. Да, да, вот это точно будет, вот это точно. Великая война у них. Да, вот эту дату точно отметят. А, кстати, так, когда Граид уходит, это не вторая мировая. Что, действительно, война, которую вели, которая тоже закончилась огромными жертвами, кстати, по поводу Франции, главным бенефициаром этой войны тоже пыталась быть Франция Первой мировой. Но чем это закончилось? Что порядок, установленный в Версале, оказался просто неустойчивым. Прошло всего 20 лет. И третий юбилей этого года, юбилей этого года, это 80 лет сначала событий, приведших ко Второй мировой войне. Вот заметьте, у нас через две недели будет годовщина Мюнхенской конференции. 30 сентября 1938 года в Мюнхене там был подписан документ. Тишина. Я уверен, что никто об этом не вспомнит. Зато в следующем году нам столько все расскажут про сговоры двух дилитаторов, мы будем много-много слышать про все проект. А что разве истоки Второй мировой, они не в последствиях Первой, не в том, что созданные творцами победы Первой мировой войны, мировой порядок оказался просто неустойчивым. Нам будут рассказывать про пакт Молотой-Бентропа, про поход Красной Армии в Польшу. Сегодня годовщина, 17 сентября 1939 года, Красная Армия перестегла границу. Нам расскажут про новый раздел Польши, но никто не будет вспоминать, в чем был смысл номер санитарного кордона. Один из элементов этой версальской конструкции. В работе Алексея Владимировича хорошо показана такая постоянная инкарнация одной идеи, идея восточного барьера, имени карниала Рештей, предпоследней инкарнацией которого был санитарный кордон. Последнее решение НАТО на Восток, последнее на сегодняшний день. Его создатели хотели остановить мировую революцию. Очень было важно отрезать Россию от Германии. Представьте себе, что было бы, если Красная Армия пришла в Германию в 2020 году. История была бы совершенно другой. Но в итоге, да, удалось. С помощью волны национализма, которая поднялась на обломках трёх рухнувших в ходе Первой мировой войны империй, эта волна национализма похоронила политарский интернационализм. Но она же породила, в общем-то, и ту волну нацизма, которая привела в итоге к войне Второй мировой. Об этом сейчас, особенно в Новой Европе, вспоминать не любят. Там будут вспоминать про сговоры двух титаторов. И поэтому проблема, которая возникла после третьего юбилейда, после окончания Второй мировой, это проблема создания устойчивого мирового порядка. Действительно, сегодня мы собрались в день, когда начала работать с генеральной ассамблею. Но, собственно, это и есть один из этих уроков. Устойчиво возникает не само по себе. Для создания устойчивости есть некие регуляторы, которые бы возвращали систему равновесия, если она из неё выходит. Собственно, попытка стать такой регулятор, это была организация именно к нации. Попытка извлечь уроки межвоенного периода. Ну, истоки этой концепции, тут лучше меня знает, конечно, Андрей Анатольевич, это четыре полицейских. Да? Семьдесят четыре года прошло. И делается на скопознамский порядок закончился. Но мы должны сказать, что он был устойчивым. Ведь он закончился не потому, что он был порочен, а в том, что... Ну, произошли изменения в одном из столпов этого порядка. И сейчас мы живём, в общем-то, в новом мире порядок, который пока ещё, наверное, не придумали, пока ничего умнее, чем перед после окончания Холодной войны, так что-то и не описали каким-то красивым словом, типа Венский, Персальский, Алсин-Копоздамский, вот как его сейчас называют. Пока мы сегодня говорим пост, пост, да, после окончания Холодной войны. Насколько он будет устойчивым. Мы видели, что главный бенефициар победы в Первой мировой войне пережил через 20 лет новую мировую войну. Возможно, главному бенефициару победы в Холодной войне тоже предстоит что-то пережить. Крах своих надежд и расчётов. Посмотрим. Хотел бы сказать в заключении, что, в общем-то, известна фраза, что история учит тому, что ничему не учит. Надо хоть добавить, что это не значит, что и не надо учить. Именно с этой целью, на мой взгляд, Алексей Владимирович взялся за тяжёлое, на благородное дело написать вот эту книгу, и которую мы сегодня обсуждаем. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Анатольевич. Полагаю, что Вы, наверное, до конца книжку ещё не успели прочитать, но пролистали хоть чуть-чуть. Вот с Вашей точки зрения, в чём опыт Вестфальского мирового порядка, Венской системы, Версальской системы? Система может быть полезна нам сегодня, а ведь стоит задача, как только что сказал Василий Александрович, создать устойчивый мировой порядок. И главное, чтобы интересы России были учтены. Ну, Татьяна Александровна уже многое-то сказала по поводу пангерической части этой книги. Можно я так сказать скажу? Вы дочитали всё-таки? Ну, да. Можно и так сказать. Дело в том, что давайте разберёмся, о чём идёт речь. Ну, я считаю, что, конечно, Алексей Валерьевич сделал большое дело. Он нанёс серьёзный удар по позициям историков, которые остались в 70-е годы и стоят на позициях системности. То есть всё, что у Алексея Валерьевича называется порядком, у них называется системой. Вестфальская система, Венская система, Версальско-Вашингтонская система. И тут, когда вопрос встаёт, так сказать, о соединении различных дисциплин, о междисциплинарности, то, конечно, к этому проблеме лучше подходить с точки зрения как политологии, в том числе современной политологии, так и экономики. У меня не получается этих трёх порядков, или трёх систем, потому что порядков было гораздо больше, а система у нас существует только одна. Эта система сложилась после того, как рухнула так называемая биполярная система средних веков, то есть борьба между христианством и исламом, последним событием, который стал 1688 год, то есть когда Гусара и Яна Сабецкого остановили подвены продвижения османских войск. А вот что касается системы, то система у нас одна, она государствоцентричная, складывается она объективно, любая система международных отношений, она не зависит от нас с вами, не зависит от конкретных людей, она зависит от всего, совокупности факторов, по которым развивается человечество. И вот сдвиг, который был внесен в великими географическими открытиями, привел движение в Европу, где стало возникать новое национальное государство, которое в конечном итоге и составило систему международных отношений. Иными словами, с моей точки зрения, система – это совокупность элементов, которые выстраиваются в определенной иерархической последовательности и объединены постоянно действующими взаимосвязями. Вот такая система у нас сейчас существует, государство центричное. Но с конца прошлого века, и сейчас мы видим этот процесс, мы выходим из этой системы. Вот предшествующее государство центричное создавалось полтора века. Я не знаю, сколько будет создаваться современное, но явно, что роль государства в современном обществе меняется. И меняется достаточно существенно. Кто или что будет центральным элементом новой системы международных отношений, очень трудно сказать сейчас. Ну, по крайней мере, это может быть будет ясно через 20, через 30 лет, потому что, опять же, подчеркиваю, это процесс объективный и исторический. А вот условия, в которых существует система, можно и назвать порядком. То есть, иными словами, порядок всегда субъективен. Он зависит от тех людей, которые его создают. Поэтому порядки были, не только фестфальский порядок, но был Утрехтский порядок 1713 года, Парижский 1763, затем Венский 15-го года, Парижский 1856 года, Берлинский 1878 года. Дальше Версальско-Вашингтонский, Ялтинско-Потсдамский. Они означали перетрубацию вот этих вот элементов, порядок, восстановление нового соотношения сил после каких-либо крупных войн или событий. И определялся этот порядок государствами-победительницами или те, кто мог это сделать. То есть, иными словами, порядок определяет вот это соотношение сил на международной арене после крупных перетрубаций, обычно после воин, крупных войн. Если говорить, я вот с Алексеем Валерьевичем уже много раз выражал свое несогласие, не соглашусь и теперь. Конечно, порядок, который существовал, который сложился в Ялте, и Потсдаме, а был дополнен еще в Сан-Франциско в начале 50-х годов, когда была достроена вот эта вот система холодной войны, взаимоотношений на Дальнем Востоке, то вот этот порядок рухнул в связи с обрушением просто одной составляющей их порядка, из Советского Союза. Более того, ну, все наши историки и политологи обычно не учитывают одну вещь, экономику. Вот когда говорят о Венской системе, да, можно говорить, наверное, о Пакс-Британика, о британо-центричном мире, но основывается это совсем на других принципах, нежели мировые порядки, которые существовали в этот же период, то есть на протяжении 19-го, начале 20-го века. Британия лидировала примером, Британия была, дала миру парадигму промышленного переворота. Британия основывала свою мощь на золотом стандарте, на свободной торговле, то есть, иными словами, она показала, что существуют несколько иные принципы, нежели войны, или вторая, так называемая, столетняя война 18-го столетия. То есть, лидерство здесь может осуществляться как путем доминирования, путем войны, постоянного противоборства, так и путем примера. Вот сейчас мы имеем такую же ситуацию, то есть, порядок, который Соединенные Штаты в основе своей выстраивали после Второй мировой войны, стал разрушаться еще в 70-е годы. Рухнула Бреттон-Вудская система фиксированных курсов, то есть, фактически, по наитию доллар сохранился после Ялти, после Гималькской конференции 1976-го года, но тем не менее, Соединенные Штаты вынуждены были отказаться от системы свободной торговли, и сейчас отказываются, ведет войну, фактически, нарушая все мыслимые правила, которые были установлены теми же самыми американцами. Но, помимо этого, можно говорить о том, что у нас сейчас совпадает два основных явления. С одной стороны меняется порядок, с другой меняется система. Предшествующие порядки выстраивались множеством государств. Это был баланс сил. Версальского, извините, Ялтинско-Подздамский порядок выстраивался двумя государствами. Вашингтонский порядок выстраивается одним, то есть Соединенными Штатами. Иными словами, если система, которая была основана на принципах множества равновесия, множества государств, потом переходит, упрощается до двух, а потом до одного, такая система разрушается. Упрощение или усложнение системы, а слово система пришло к нам из биологии, так вот биология означает смерть и регенерацию этой системы, то есть восстановление ее на других принципах. Иными словами, мы сейчас, конечно, то, что переживаем период, Соединенные Штаты борются за то, чтобы сохранить свой порядок на обозримое будущее, то есть в течение этого века. Все остальные борются для того, чтобы участвовать, в том числе для того, чтобы участвовать в создании этого порядка и чтобы наши интересы здесь были учтены. Победителей пока, вот почему мы не можем никак его выстроить, потому что нет четко обозначенных победителей, войны не было. Вот не было войны, поэтому холодная война была войной, Советский Союз ее проиграл. Сейчас этой войны нет, рудименты прежнего порядка остались, но они все равно подвергаются критике. И в данном случае, может быть, впервые произойдет такая вещь, но если не брать 70-е годы, здесь я готов поспорить, был ли там новый порядок, возник ли тогда новый порядок, но тем не менее, вот если сейчас нам удастся без большой войны выстроить такую систему отношений, то есть такой новый порядок, который позволит, ну скажем так, сбалансировать силы различных государств без военного конфликта. Андрей Анатольевич, ну вы до этого сказали, что без большого потрясения новый порядок по сути не может быть создан, а закончили на том, что можно попытаться. Нет, закончил я на том, что может быть кризис, ведь Вторая мировая война, Версальско-Вашингтонский порядок, как говорил Рузвельт и его госсекретарь Кордалл Хелл, они считали, что Вторая мировая война производная имела Великую депрессию. Вот то, что принесла Великая депрессия, нарушила соотношение сил, сложившиеся к концу 20-х годов, неизбежно должно было результироваться именно в это. И не случайно, что когда американцы выстраивали систему единого мира, то есть когда разрабатывали все послевоенные планы, ориентировались именно на создании очень твердых экономических основ, которые бы позволили заинтересовать все остальные государства таким образом, усилить взаимозависимость экономическую, чтобы никому из них не захотелось нарушать этого мирового порядка. Вот сейчас у нас явно, совершенно мы можем подойти к такой же, вы понимаете, что сейчас в финансовой сфере происходят перетрубации, которые могут привести, ну просто, когда мы потеряем значение стоимости, мы не будем знать, что же как стоит, потому что у нас исчезнет мерила этой стоимости. Никто не знает, вот каждое сейчас государство в последние два года мы все бросились закупать золото, активно наращивать золотые запасы. Это вот обычно, когда ищут что-то такое вот в истории, которое зарекомендовало себя нечто прочным, все считают, что будущее, оно довольно туманно. И в этом смысле для американцев идут по краю пропасти, либо они сейчас вырулят, смогут вырулить, как они это сделали в 70-е годы, либо и мы будем иметь там Ямайскую новую конференцию или Бреттон-Вудскую конференцию, потому что смотря где произойдет, я думаю, будет называться Шанхайской, вот, но тем не менее может быть пекинской, да, может быть мы где-то здесь вырулим, либо это будет Великая Депрессия, а Великая Депрессия может порождать всякие остальные, выходы разные бывают из крупных кризисов. Спасибо. Иван Николаевич, наконец, Ваше мнение по поводу этой книги, но и согласны ли Вы с высказываниями Ваших коллег, пожалуйста. Спасибо большое. Я несколько слов скажу о тексте. Первое, мне кажется, что он очень сильно отличается от большинства учебников, которые сегодня издают, по своей композиции. Подавляющее большинство учебников представляют собой то, что называется братская могила, когда собирается некий коллектив, в лучшем случае это коллектив, а в худшем случае это люди, которые плохо друг друга знают или вообще не знают, и из их статей, как лоскутное одеяло или из их каких-то кусочков, делается то, что называется учебником. Ну, можно, конечно, это и учебником назвать, можно даже гриф получить, умотом и так далее, но все-таки, конечно, выигрывают те учебники, которые пишутся одним человеком в той концепции, которую он видит, в той школе, которую он представляет, и таких учебников сейчас довольно мало, просто потому, что физически и интеллектуально осилить такую задачу очень сложно, то есть нужно быть действительно крупным ученым и иметь просто достаточный, что называется, интеллектуальный потенциал, чтобы эту задачу решить. И я считаю, что это не просто учебник, это серьезная научная работа, научно-исследовательская работа, она выдержана, то, что молодежь сейчас называют олдскульная, олдскульная книга, я бы ее сравнил, она по духу близка фундаментальной работе Вильяма Макнила в погоне за мощью. У меня даже в кабинете стоит Макнил и рядом Финенко. У Алексея Валерьевича большое будущее. По своему жанру. И Сколь Макнил увлекательно читать, как ученым, хотя он задумывал эту книгу для своих студентов, столь же увлекательно читать эту работу, ее можно читать просто для удовольствия, не обязательно для каких-то научных целей, просто очень много интересной фактуры, которую я лично не знаю, освежаю у себя в голове. Это просто-напросто очень интересно, полезно. Я Алексея от всей души поздравляю. Это такой важный этап признания как крупного ученого. Кстати, симптоматично, что выход книги совпал с защитой докторской диссертации, с чем я Алексея тоже поздравляю. Теперь по поводу субстантивных вопросов, как говорят у нас в МИДе, по поводу мирового порядка. Ну, я здесь попробую подойти с точки зрения школы кафедры политической теории, которую я представляю. Это будет другой взгляд. У Алексея взгляд такой на стыке политологии и истории, у нас взгляд скорее политико-философский. И здесь, когда мы рассуждаем о... То есть, мы с нормативной точки зрения к вопросу подходим. И когда мы рассуждаем о мировом порядке, это понятие по умолчанию воспринимается сейчас как некая иерархия, некие правила игры, нужно понимать, а, собственно, зачем нужен этот порядок. И здесь полезно чисто логически поиграть с противоположностью слова порядок. А противоположность слова порядок это анархия. Анархия это ключевое понятие для теории международных отношений, потому что она подразумевает, что международные отношения по своей природе анархичны. Что это значит? Что они находятся в состоянии войны всех против всех. И если в государстве эта проблема решена, то есть мы имеем некую такую гопсовско-локовскую концепцию государства, у нас есть общественный договор, росовское вуальное ведение, за которое как бы этот договор теоретически заключен. И самое главное, есть суверен, который может хотят ли единицы граждане соблюдать или не хотят принудить их к соблюдению порядка, то в международных отношениях этого нет, потому что нет суверена. Вопрос, а как выстроить порядок, чтобы избежать анархии? То есть вопрос о мировом порядке это не только и не столько вопрос о власти и об иерархии, это вопрос о нормативной картине мира, каким должен быть порядок, каким должен быть справедливое устройство мира для того, чтобы избежать крови, анархии и войны. И здесь есть три картины, вот Алексей дал три типа мирового порядка вот с нашей аналитической призмы, вот нашей школы, да, есть три другие призмы нормативные, нормативного плана. это либеральная призма и она в общем такой иконическая здесь схема является кантианский треугольник мира. Хотите, чтобы был порядок? Три условия. Демократия, демократии не воюют, предполагают либералы языком канта, экономическая взаимозависимость, торгуйте и тогда вы не будете заинтересованы в войне, потому что ну как вы зарабатываете, зачем же разрушать то, что есть. И создавайте международные организации, международные сообщества, будьте друг для друга более, ну скажем так, предсказуемыми, определенными, то есть международное сообщество. Ну Кант был не первый, как известно, была очень сильная французская школа по этому вопросу и собственно она во Франции зародилась, но к несчастью либералов у нас на сцене появляются марксисты, которые язвительно часто вообще марксистские тексты и особенно неомарксистские очень интересно читать, такая прям антилиберальная язва. которые говорят демократия, а как же быть железным законом олигархии, как же быть ситуацией, когда любая демократия, она рано или поздно олигархизируется, как быть с национализмом, когда олигархия использует национализм для разжигания таких милитаристских настроений в массах, вот как с этим быть, где здесь демократия, торговая взаимозависимость, говорите вы, и мировой порядок, а как же быть с империализмом, когда сращиваются государственный и корпоративный интерес, причем, в отличие от стереотипа такого вульгарно-марксистского, вовсе не капитал является движущей силой империализма, а государство, государственный интерес, это хорошо, Грамша показал. Международные сообщества, международные организации, говорите вы, но понятно, что эти организации создаются конкретными государствами и конкретные государства преследуют в них свои узкокорыстные интересы, но марксизм и либерализм, вот эти две картины мирового порядка, их одни все-таки одно общее, даже два общего, они рационалистичны, по своей первой, то есть есть вера в рациональную преобразующую силу человеческого разума, человеческий разум способен создать этот порядок, рациональный порядок, где не будет войны, где будет все хорошо, который будет работать как часовой механизм, и второе, это вера в то, что человек по своей природе добр и хорош, то есть да, есть издержки, перегибы, но все это от недостатка рациональности, и в принципе с природой человека все хорошо, достаточно как у Горбатого позаниматься ему йогой, и он станет прямым, все станет на свое место, ну, если, конечно, горд не сильно большой, и тут на сцене появляется черный лебедь под названием консерваторы, консервативная картина мирового порядка, ну, то, что у нас называют реализмом, но реалисты американские, которых мы все хорошо знаем и цитируем, и вдоль и поперек перечитали, это по своей сути неофиты-консерваторы, да, которые прочитали Шмидта, которые прочитали там, Небура, не всегда, не всегда. Ну, корни, корни консервативные, корни консервативные, все-таки, свое ядро там консервативное, это вера в порочную природу человека, значит, нужно, нужно сдерживать агрессивное, агрессивное начало, и, собственно, вот эта картина как раз консервативная, как мирового порядка, как баланса сил, И вообще порядка как временного явления, как промежутка между миром, между войнами, как у Гуга Гроция. Вот у Алексея это третий учебник в этом смысле очень консервативный, по-хорошему, в хорошем смысле слова. То есть он на солидной такой консервативной базе стоит, если мы посмотрим с точки зрения нормативной теории международных отношений. То есть есть иерархия, есть борьба за власть, и что бы там ни говорили про глобализацию, сетевые структуры, rule-based order и так далее, все равно борьба за власть остается ключевым драйвером. И собственно отсюда вопрос, а какой порядок нужен России. И если мы посмотрим на тот нарратив официальный, который есть сегодня, у нас есть две точки зрения, вот особенно в нашей дискуссии с западными партнерами. Наша точка зрения, это такая производная Пермаковской школы, мы заинтересованы в многополярном мире, который базируется на равноправном партнерстве суверенных государств. То есть справедливость понимается через суверенитет и равенство суверенных государств. Есть так называемая концепция либерального мирового порядка, которая номинально является либеральной, rule-based order, но из которой торчат консервативные уши. Такое ощущение, что читали Алексея наши американские друзья внимательно. Это значит, что все хорошо, есть порядок, есть правила, но их гарантирует лидер под названием Соединенные Штаты Америки. Вот если не будет такого порядка, все рухнет. Какой порядок нужен нам? Это хороший вопрос, проблема в том, что оба эти взгляды, примаковские и такой собирательно-американские, можно там разные имена к нему подвести, а американские корнями во французский уходят, у них же своего-то мало, они же у французов-то много украли, взяли, извините, оговорился, заимствовали. Проблема в том, что эти картины отражают прошлое, это картины прошлого, обе эти картины. А мир меняется, у нас качественные происходят изменения разные, об этом можно отдельную встречу сделать, поговорить. И есть очень большая лакуна понимания, вообще чего мы хотим, куда мы идем, и какой порядок нам нужен. Может быть, оно само собой получится, но вообще это тревожный знак, потому что когда понимания нет, чего мы хотим и куда мы идем... А что нет понимания? Нет, понимание есть, но это прошлое уже, да, то есть мы хотим картины прошлого. То есть понятно, что примаковская картина, это там 90-е, начало 2000-х годов, она уже, ну, немножко из другой эпохи, из другой реальности. И американские концепции мирового порядка тоже другая реальность, прошлое, да. Ну нельзя, там, неореализм Волса 79-го года серьезно рассматривать как картину для, там, второй четверти 21-го века, которая вот уже скоро наступит. Ну, Сочи, то есть это уже, это уже... Можно, 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 но 79-й год и 2018-й это немножко разные вещи с новыми немножко реалиями. И нужна рефлексия этих реалий, потому что теория, она, собственно, представляет собой рефлексию, в том числе того, что происходит. И это большой вызов для нас, для всех. И книга Алексея Валерьевича, это прекрасный трамплин для того, чтобы, оттолкнувшись и встав на плечи этого гиганта, автора работы, заглянуть, заглянуть за горизонт, за горизонт посмотреть в будущее. Спасибо. Да, необычно у нас сегодня круглый стол, получается, больше напоминает некую академическую дискуссию для журналистов. В общем, луч света в темном царстве. Алексей Валерьевич Финенко. Алексей, вам сегодня было сказано очень много хороших, теплых слов, вот, по поводу этой книжки. А вот последний вопрос, который поставил Иван Николаевич, чего хотим, куда идем. Получается, что мы как ежик в тумане плутаем сегодня и даже не знаем, чего хотим. Ну, я выскажу свою точку зрения на последок, если можно, о современности. Я лично считаю, что мы не согласны с коллегами и некоторыми в том, что я считаю, мы продолжаем жить в Ялтинско-Подздамском порядке. Пока действуют те три все условия, какие сложились в 1945 году. У нас формальное верховенство ООН, вот когда рухнет ООН полностью, тогда мы скажем, что мы живем в новом порядке. Второй момент, посмотрите на состав Совбеза. У нас изменился состав держав-победительниц? Да, в общем-то, нет. Как были те пять постоянных членов Совбеза с 1945 года, так они и есть. Они по-прежнему державы-победительницы во Второй мировой войне. Они действуют до сих пор. Третий момент, сохраняются до сих пор ограничения суверенитета Германии и Японии, чтобы там мы не кричали про их экономическую мощь. Сохраняются и еще как. Вот вам да, наследие Второй мировой до сих пор. И четвертый момент, сохраняется ракетно-ядерный паритет России и США? Сохраняется. Сохраняется силовой отрыв России и США от остальных стран мира? Сохраняется. Как бы Китай с его 30-ю межконтинентальными баллистическими ракетами не пытался, ну пусть уже может быть не 35-30, а 37, но уже 37 где-то. Но, извините, да, укусить США может, но уничтожить стратегический потенциал по-прежнему может только Россия. То есть полным спектром вооружений на сегодняшний день производить своими силами по-прежнему могут только Россия и США. То есть фундаментальной перемены нет. Другое дело, да, что этот порядок пережил, на мой взгляд, две модификации. Первая была 1956 год, когда мы понизили Британию и Францию вместе с американцами до статуса региональных держав. А вторая 1991 с распадом социалистического сотрудничества. Но пока этот порядок не завершил все свое существование. И здесь я скажу одну, может быть, неприятную вещь. Все предыдущие мировые порядки заканчивались тотальной войной. А кто нам дал гарантию, что наш нынешний порядок их не кончится? Почему мы считаем, что Вторая мировая война – это последняя война в истории человечества? Да, я знаю, что сейчас нужно говорить про ядерное оружие. Но, во-первых, честно говоря, мы никогда его не видели в действии. А, во-вторых, давайте вспомним Вторую мировую войну. Химическое оружие было у всех. У всех оно мирно покоилось на складах. Никто его ни разу не применил. Когда я слышу разговоры типа «каждая страна под угрозой уничтожения нажмет на ядерную кнопку», я вспоминаю лет 40-го года, Франция что-то не нажала под угрозой потери суверенитета на химическую кнопку. И Япония в 45-м на химическую кнопку не нажала. Предпочли капитулировать, но не применить оружие массового поражения. Кто нам даст гарантию, что в будущей войне это не произойдет с ядерным оружием? Ну и последний момент. Относительно, скажем так, будущего порядка. Я недаром сравнил наш порядок с Вестфальским. Посмотрите, насколько они похожи. Франция была гегемоном. Вот то, о чем говорил Иван Николаевич. Это же я сижу и думаю. Это же в точности про Людовика XIV. Один гегемон, который распространяет свою идеологию, правит с помощью младших партнеров восточных барьеров, диплом и навязывает всем демократию, в том понимании французском, как она была тогда, экономическое взаимодействие и создание международного сообщества во главе с Францией. В общем-то, именно это, господа французы, и делали от 30-летней войны до конца Наполеоновских войн. Теперь американцы это переняли. Мы помним, что 150 лет Франция была, три попытки предприняла, и усмирили ее только большой войной. И построили мир, баланс, сил. Я не исключаю, что история XVIII века повторится на новом витке в XXI. Спасибо большое, Алексей. Какие дополнения будут еще? Или к вопросам? Ну что ж, тогда к вопросам, коллеги. У вас есть возможность поучаствовать в нашей дискуссии политико-философской, задав свои вопросы. Итак, пожалуйста, вопросы могут быть любые. На первый ряд, пожалуйста, микрофон. Представьтесь, и кому ваш вопрос? Вопрос Финенко. Спасибо вас за ваш фундаментальный труд. Из всего того, что я услышал, вот когда есть какой-то порядок в системе порядков, это как-то даже немножко успокаивает, несмотря на грузы войны. Смотря кого? Да, я забыл. Московская правда, извините, пожалуйста. Но, тем не менее, действительно, книгу приятно читать. И вот то, что было сказано положительного, то невозможно не разделить. Хотя вот государство-центричная система, это как-то странно. Организация действительно непонятная сейчас правит миром. Так, значит, единственное, что я хотел переспросить, вот что вызывает сомнения. Вот начало 70-х я очень хорошо помню, как изменился мир. Когда Никсон отказался от... Фактически схлопнулось до одного полицейского. Никсон отказался вернуть золото, Шарли Харакири, пожар в дискотеке Колумба и пошло-поехало дальше. Фактически террор Маккартни, он как бы ужил и распространился по всему миру, совершенно изменив баланс сил. Вы это не выделяете, да? Вот почему. В общем, еще раз спасибо. Во-первых, насчет того, что это как-то успокаивает порядок, я здесь, наверное, соглашусь с Львом Гумилевым, что в любом обществе есть группа людей, которые как раз думают абсолютно наоборот, так называемые пассионарии. Их как раз не успокаивает то, что есть порядок, они ради своих амбиций мечтают сломать порядок полностью. Такие люди есть в любом обществе, и надо это обязательно учитывать при анализе. Второй момент, у меня все-таки книжка доходит до 1945 года. И она не охватывает период после Второй мировой войны. Ну и третий момент, то, что вы сказали про Никсона, по-моему, это как раз демонстрация невероятной устойчивости Ялтинско-Поздамского порядка. Да, действительно, отказались от золотого стандарта доллара, отказались от целого ряда экономических соглашений. У меня вопрос, и что, Соединенные Штаты рассыпались? Нет. Мир абсолютно стал другим, в каком смысле? Рухнула ООН? Нет. Нет. Изменился состав Совбеза? Нет. Началась крупная война? По большому счету, нет. То есть, как раз наоборот, это скорее, по-моему, демонстрация устойчивости Ялтинско-Поздамского порядка, которые создали в 1945 году. То есть, пораньше, если говорить точно, мы его создали не в 1945, а в 1942-1944 годах. Андрей Анатольевич, не согласен. Вот чувствую, не согласен. Я просто не хочу превращать нашу сегодняшнюю встречу в какую-то научную дискуссию. Дело в том, что... А вы простым языком понятны. А я простым постараюсь объяснить. Дело в том, что ООН никогда не создавалась таким, какой она существует сейчас. ООН было задумано как действительно собрание пяти полицейских, четырех, вернее, полицейских. Четырех полицейских от Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Китай, которые должны были обладать всеми вооруженными силами, всеми доступными тогда средствами борьбы. Все остальные страны просто разоружатся. Каждый из четырех полицейских отвечал за свою сферу влияния, по сути дела. Квартальным надзирателем здесь выступали Соединенные Штаты, поскольку Советский Союз был окрушен с одной стороны сферой влияния Великобритания, и с другой стороны Чанкашинского Китая. Генеральная ассамблея, как ее мыслил Рузвельт, например, это было поле для выпускания пара. И все. Для помощи этим государствам создавался некий совет, в который включались крупно-региональные государства, которые тоже не обладали бы военными возможностями для того, чтобы опрокинуть этот порядок. В этот порядок подводилась база экономическая, в которой должны, в принципе, государства, входившие туда, обладать взаимозависимостью. И разрыв с этим порядком был бы просто чреват материальными потерями для того государства, которое пошло бы против. Вот такого порядка, который договорились в Ялте и под здание, не было никогда. Это была теория. Потому что Ялта стала разрушаться сразу после того, как закончилась эта конференция. По сути. Под здам то же самое. Говорит о ядерном оружии, но дело в том, что Советский Союз в 1945 году, когда была Ялта и под здам, никаким ядерным оружием не обладал. И даже потенции к этому не было. Поэтому ядерный фактор, он появился гораздо позднее во взаимоотношениях великих держав. ООН стала не регулятором международных отношений, а форумом для борьбы двух великих держав. То есть, сдерживающим факт, где они могли поспорить друг с другом, поговорить. Не так, как она должна была быть неким мировым правительством, подкрепленным другими частями, как то, например, Международным валютным фондом, Международным банком реконструкции и развития. А должна была, стала просто площадкой для борьбы, для противодействия Советского Союза и Соединенных Штатов. Там было четко закреплено, причем вот в этих Ялтинско-Подздамских соглашениях, особенно в Ялте, были границы этого влияния. Долгое время Советский Союз и США конфронтировали именно в Европе. Никто не хотел переносить эту холодную войну в Азию. Посмотрите, как легко решился вопрос с Кореей в 1948-1949 году, когда вывели войска. Но в конечном итоге, благодаря действию как раз тех региональных сил, ну, в частности, победе коммунистов в Китае, побегу чанкайшистов на Тайвань и тому подобное, вынуждены были создавать вот этот периметр сдерживания и тому подобное. Иными словами, когда в этот порядок, который был основан на договоренностях, что в существующих двух блоках, в существующих определенных границах, вот этот порядок в 1991 году просто приказал долгой жизни. Потому что исчез один из гарантов этого порядка. По сути дела, была пересмотрена система взаимодействия двух блоков. И проблема наша заключается, вот говорите, как ежик в тумане сейчас. Знает ли Россия, куда идти? Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что мы хотим сохранить суверенитет, по большому счету, решать свои дела сами. Но в то же время у нас существует взаимозависимость. А взаимозависимость – это делегирование части суверенитета. Куда и кому делегировать? Организация объединенных наций, ВТО, которая не работает. Организация объединенных наций, которую критикуют, кто не попадет. Она как была, так и остается сейчас форумом. И даже стала еще больше форумом, чем она была раньше. Практически не способна ничего решать. Не случайно, что постоянно идут наезды и сохраняет она ценность. Только потому, что мы там имеем возможность... Единственная, одно значимая вещь – это право ВТО. Вот если этого права не будет, то организация объединенных наций тоже никому будет не нужна. Поэтому, по сути дела, те структуры, которые когда-то возникли, они уже либо изменились, либо уже не работают. И проблема России, проблема... У нас, ну да, у нас Оргарьев двуглавый, он обязательно должен смотреть на две разные стороны. Не только на Запад и Восток. Но у нас, с одной стороны, есть президент, который отстаивает суверенитет в военно-политической сфере. И есть правительство, которое, по сути своей, является либеральным и хочет сохранить Россию в той системе, в которой мы, в общем-то, вписались в 90-е годы. Поэтому, по сути дела, да, действительно, как этот вопрос, как решить эту дилемму? Остаться в мире и в то же время быть независимым от нее. Вот мы сейчас это пытаемся сделать, создать такой порядок, который будет нам комфортен для того, чтобы оставаться в мире, но в то же время иметь возможность принимать решения, которые будут влиять на развитие этого мира. Какие-то еще добавления, да, пожалуйста? Да, если можно, просто у меня вопрос, собственно, к Андрею Анатольевичу. Вы понимаете, ведь мы же воспринимаем порядок, не надо его абсолютизировать. Любой порядок – это в конечном итоге некая условность. В конце концов, Вестфальский порядок. Ведь практически было даже отступление от принципов суверенитета, которые, как бы сейчас приписываются им в качестве совершенно главного такого достижения. Потом возьмите Венский порядок. Ну да, союз трех императоров, англичане, которые не вошли в этот союз, но как бы для того, чтобы освободить себе свободу рук, но одновременно, в общем, постоянно как бы участвовали во многих мероприятиях и так далее. Ведь взаимоотношения между тремя императорами тоже практически были очень непростые. Нельзя сказать, что они действительно диктовали свои условия в Европе. Это было совсем не так. Это было гораздо сложнее. Возьмите там, скажем, тот же самый Версальскую систему. Опять она начинает разрушаться практически в тот момент, когда подписываются договора. Но не то лишь и самое происходит, собственно, с Ялтинско-Поздамской системой. Она, естественно, то работает, то не работает. Какие-то происходят отступления, какие-то наступления на каких-то направлениях. Мы же все-таки говорим о каких-то чисто таких вот общих параметрах, которые хоть как-то позволяют структурировать то, что происходит в международной сфере. Поэтому, мне кажется, все-таки абсолютизировать эти вещи нельзя. И заранее говорить о том, что вот в договоре написано то-то, то-то, а если есть отклонения, то это все уже разрушилось. Мне кажется, что это не так. А я не говорю, что это так. Я говорю просто то, что порядок устанавливает право, устанавливает правила. Вот если с одной стороны одни устанавливают футбольные правила, а другие боксы, сыграем? Это не футбол. Здесь все гораздо сложнее. Правильно. Если одни играют в футбол, другие выходят на поле. А это и есть международные отношения. Извините. Это именно так и есть. Можно применять? Пока бомбами не кидаемся, не стреляем, порядок. Понимаете, в чем дело? Я и здесь, Алексей Валерьевич, с вами не согласен. Конечно, можно проверить покидаться бомбами. Может быть, мы не дойдем до ядерного предела. Понимаете? Остановимся. Тогда ваша теория подтвердится. А вдруг переступим? А кто его видел, собственно, при меня? Мы, собственно, не знаем, что будет после этого. Вот в том-то и дело, потом уже больше некому будет судить. А тоже не факт, кстати. Красиво есть как город Нагасаки. И второй том вы можете не написать, Алексей Валерьевич. Напишет обязательно. В бункере будет сидеть и писать. Ладно, давайте все-таки о хорошем. У вас был вопрос, да? Вы руку поднимали. У кого вопрос? Больше вопросов нет? Да, пожалуйста, на третий ряд. Пожалуйста. Иван Алешин, информационное агентство «Ньюн Пресс». Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность Алексею Валерьевичу за то, что написал этот труд. Большое спасибо. Это очень важно в условиях быстром меняющегося мира. Я, в отличие от своего предыдущего коллеги, не читал, но обязательно это сделаю по окончании пресс-конференции. На фоне этого у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы затронули такую важную тему, как мировой порядок. И вы высказали, что для России присущи два порядка – это баланс сил и идеологическое многообразие. Вот как достичь вот этого концепции, о которой вы сказали? И второй вопрос у меня к Андрею Анатольевичу Сидорову. Скажите, пожалуйста, вы затронули тему ООН, то, что она уже фактически иссякла, и, скажем так, определенные процессы и явления, которые сейчас происходят, они уже неприменимы для современной системы. Что нужно сделать, чтобы вернуть ООН к той функции, ради которой он создавался 73 года назад? Спасибо. Алексей Валерьевич. Во-первых, спасибо за вопрос. Я бы ответил на ваш вопрос так. Все, тот идеальный порядок, как нам подсказывает опыт, достигается только одним случаем – если будет усмирен гегемон. Вот до тех пор, пока не изменится соотношение сил, не изменится и порядок. А второй ваш вопрос относительно ООН, вы знаете, что меня смущает? Меня в этом смущает одно, что я уже 30 лет слышу про неработающую ООН. У меня тогда вопрос. Во-первых, о чем мы так всегда там боремся за то, что за влияние в ООН, знаете, на исцеление каждого совместа? Если она не работает, о чем нам тогда бороться, правда? И второй момент. Как можно 30 лет быть неработающей структурой? Можно, я понимаю, быть в кризисе год, два, три, но как можно 30 лет находиться в кризисе? Мне этого не понять. Относительно того, как вернуть ООН к своим истокам, простите, а каким именно истокам вернуть? Главная задача была, правильно говорить, там форум и полицейские, которые следят за миром. А что, этого нет? А что, этого нет? Пришло новое государство Буркина-Фасос сломало всю структуру ООН, вооружилось. Как Пруссия, да? В середине 19 века. Такого пока мы не видим. Ну и про ООН. Опять же, о грустном. Дело в том, что... А в чем измерять эффективность ООН? В чем измерять эффективность любого института, который был призван что-либо сделать? Скажите, пожалуйста, а сколько раз санкции вводил ООН? Вот против кого вводились санкции? Я помню только два случая. Руанда и Южноафриканская республика. До 1991 года. Потом был действительно Ирак. Отчасти Иран вводили. Вот четыре государства. Что, за это время меньше конфликтов было? Мы какие-то конфликты останавливали. Дальше. Возьмем такую вещь. Решение ООН конфликтных ситуаций. Возьмем Корейскую войну, например. Тогда, когда были использованы голубые каски ООН. Они, кстати говоря, тоже дважды были. И в бельгийском Конго это второй раз. Когда использованы были эти голубые каски. Они были использованы... Их носили просто американцы. Они выступали под голубым флагом ООН. То есть, по большому счету, ООН была всегда площадкой. Как изначально она планировалась, как главная. Ну, некое подобие мирового правительства, как она замышлялась Рузвельтом в годы Второй мировой войны, она не стала. И не станет. Поэтому сейчас это... Да, это очень важная площадка. Более того, это сейчас была и сейчас является площадкой, которой великие державы, в частности, раньше Советский Союз. Сейчас это Россия, Китай, Соединенные Штаты борются за все остальные страны. Вот теперь можно показывать пальцем и говорить. Вот видите, за нас 36 или там 100 стран, а за вас только 20 стран и тому подобное. При этом совершенно спокойно говорить о том, что... Вот, ребята, если не будете голосовать, то помощи вам от нас не видать. Это называется покупкой голосов вообще-то везде было. Поэтому Организация Объединенных Наций, как таковая, она важна. Она важна, как любой форум. С моей точки зрения, любая площадка, где лучше обсуждать вопросы, чем выяснять это на поле боя, кто из вас больше прав. Вот ООН свою позитивную роль, на мой взгляд, в этом плане сыграла несколько раз. Во всяком случае, в годы Холодной войны. В 90-е годы, когда здесь, ну, скажем так, Россия в 90-е годы, все-таки, вот против Ирака, более в пустыне, да, была санкционирована Организация Объединенных Наций. Но, по сути, она была санкционирована, потому что там выступала Россия. Теперь давайте вспомним, что мы главная страна, которая там использовала вето. Вообще, до 50-го года, насколько я помню, одна только страна накладывала вето, 31 раз это был Советский Союз, который 31 раз накладывал право, использовал свое право вето в течение пяти лет. То есть, по сути дела, это была блокирующая возможность того, чтобы объявить свое, ну, скажем так, свое нежелание или свою иную точку зрения по отношению к тому, что делал Запад. Поэтому говорить о том, что если работающая структура, то тут критерии ее эффективности. Вот, на мой взгляд, эффективность ООН, какой она должна была, какой она была в задумке, такое ее не состоялось, а с каждым годом она снижается. Но, как площадка, любая площадка, возьмите АТЭС, вот это самый лучший пример, он вообще ничего не решает. Ну, а он каждый год с 93-го года, все собираются там, Трамп в этом году не приедет на АТЭС. Ну, и бог с ним. Но, в принципе, это площадки, на которых можно обсуждать вопросы. ООН, помимо этого, еще и является такой международной трибуной, где можно говорить, что вот за мной мировое сообщество, если на Генеральной Ассамблее за вашу резолюцию проголосует больше государств, чем за резолюцию вашего противника. Спасибо. Еще добавления какие-то? Вопросы, коллеги? Да, пожалуйста, на третий ряд, микрофон, представьтесь, пожалуйста. — Добрый день, Иван Ксенофонтов, фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Я, дорогие коллеги, в отличие от вас, нахожусь, наверное, в выигрышном положении, потому что я книгу Алексея Финенко еще не читал. У меня удовольствие от ее прочтения впереди. Мы очень долго сотрудничаем с Алексеем. Я знаю, что это за автор, насколько мастерски он умеет излагать свои мысли, насколько у него яркие формулировки. Но даже вот одно то, что сегодня Алексей вспомнил Людовика XIV, назвав его гегемоном, я сразу подумал, это яркий гегемон, который, если верить историкам, мылся два раза в жизни. А вопрос Алексея такой. Вот уважаемая Татьяна Александровна обещала, что вы напишите продолжение своей книги, да, рассмотрите те процессы, которые были после 1945 года, выражаясь таким вот модным современным языком. А что насчет приквела? То есть то, что было до Вестфальского мира, до 1648 года, да, то есть получается, что, развивая ваши мысли, это было время вне мирового порядка, да, и если говорить о том, что сказал нам Иван Николаевич, была анархия, да, можно ли так сказать, и вот анархия выгодна для России? Спасибо. Ну, относительно продолжения, могу сказать, что пока только почти первая глава готова к продолжению на сегодняшний день. Это только первая, то есть после 1945 года, пока только в рукописи есть первая глава, но движемся потихоньку дальше. То есть 26-й год написал? Нет, там пока до середины 47-го, начало 47-го. Теперь, что касается, да, приквела. Ну, приквел вообще-то есть к этой книжке, это про введение пролог, там изложено как раз все, почему именно с этого момента международные отношения, что было до этого, чтобы не пересказывать пролог, книжки, все там как раз это подробно изложено. Ну, а третий момент, честно говоря, я не очень вообще люблю и понимаю этот термин анархия, когда она, собственно, была на практике анархия. Все равно какие-то правила, правда, всегда были. Даже в эпоху мировых каких-то других войн все равно действовали какие-то правила. Никто, да, наверное, со времен глубоких древностей просто не приходил и не тупо не вырезал все живое, все, что движется, правда. Поэтому, ну, все равно до конца, хотя бы было, чтобы население с кого налоги собирать, правда, все равно кого-то оставляли. То есть, говорить о том, что полностью, да, происходило, кем-то заселяли территорию в конечном итоге. То есть, а была ли когда-нибудь эта самая полная анархия? Наверное, она была только один раз. В эпоху феодальной раздробленности, и то только, да, не в Западной Европе, в Центральной, наверное, где-то, да, если брать классическую хронологию, с IX до XV веков. Но, простите, она на государстве, в нашем понимании, не была. То есть, называть это международными отношениями я бы не стал. Это были отношения внутри одной феодальной системы. Недаром мы помним по учебнику истории средних веков, что была некая феодальная лестница. То есть, по сути, вся Европа была единым системой. И плюс, там были образования, настолько причудливые в рамках этой лестницы, о которой, да, мы даже, которые еще не подвластны и непонятны нашему вестфальскому мышлению. Поэтому, говорить... А может вестфальское мышление? Конечно, национальным государством. Мы мыслим категориями национальных государств. Для задания, что такое невестфальское мышление? Вот такое дикое для нас понятие – держава плантагенетов. Вот были такие плантагенеты, герцоги Анжу, которые владели Нормандией, Анжу, Пуату, были сеньорами Британии, королями Англии, при этом сами были вассалами королей Франции, да, и при этом язык знати в этой империи был старо-французский, который еще отличался с современным французским весьма сильно, любой лингвист вам скажет. То есть, это еще какое-то причудливое, непонятное нам абсолютно образование. То есть, мышление, да, феодальной системы, оно не могло бы мыслить в категориях международных отношений, потому что не было национальных государств. – Извините, но рядом с этой анархией существовала Византийская империя. – Я не беру, я не беру, как Западную и Центральную Европу. – Почему мы ограничиваем Центральную Европу это все? – Логика понятна. То, что нам непонятно, этого не было. – Нет, почему не было? Это было и прочитало. – То есть, то, что нам сейчас непонятно, значит, международных отношений нет, потому что они нам просто не хотят. – Это не Nation State. И что? – А как же история дипломатии 59-го года, которая берет от… – Сейчас выйдем в ситуацию обсуждения, что такое международные отношения, и как они связаны с межгосударственными отношениями, и как они связаны с дипломатией. Это все совершенно разные понятия. Но поскольку мы все-таки здесь не студенты, я думаю, что читать вам лекцию на эту тему сейчас не имеет смысла. Посмотрите в интернете, там есть ответы. – У меня вообще все, что до 45-го года, это каменный век. – Это сильное утверждение. – Ну да. А там вообще 1649 год. А живые свидетели есть? – Вот поэтому и не празднуют. – Вот, да. – Такие большие юбилеи. – Ветеранов нет. – Ну, все-таки 1812 год, Отечественную войну мы праздновали, хоть и ветеранов уже не было. Итак, коллеги, еще ваши вопросы. Пожалуйста, на четвертый ряд. – Иван Александрович из газеты «Советник президента». – Чем еще для меня эта книга интересна? Это единственная книга, в которой нет количества выпущенных экземпляров. Там не обозначен тираж. – Сейчас во всех книгах не пишут количество. – Потому что допечатывают очень часто. – Нет, они обязаны для отчета любую цифру. Обычно пишут 100. Ну, 300. – Наверное, вопрос не к автору. – Нет, я не к тому, но это обязательно. – 100 Алексея Валерьевичу же раздал. – Обязательное требование, да. Ну, любая книга проходит от идей до вот этого тиража, до любого тиража. Несколько разных этапов. Алексей Валерьевич, какой из них был для вас самым трудным? Ну, и какой, если хотите, самый приятный? – Самый приятный – это мое воспоминание. Это был июль, жара, я помню, дикая. Я помню, сидел в шоколаднице, пил кофе и писал про Наполеона и контингентальную блокаду. Вот это я никогда не забуду, этот замечательный день. Это, наверное, было мое такое самое воспоминание приятное. Еще я помню, как я ехал в поезде и, по-моему, в вагоне ресторана, после ужина редактировал, у меня была верхняя полка, редактировал параграф про Крымскую войну. Вот это тоже, да, были такие мои приятные воспоминания об этой книге. Трудный этап, наверное, самый трудный был ее спланировать. Вот когда дошла планировка, постоянно менялось количество глав, постоянно что-то выделялось, как-то делалось, и все время приходилось корректировать план. Самое сложное было разбросать именно сюжеты по главам, потому что они взаимосвязаны, что куда перебросить. Вот это, пожалуй, был наиболее трудный этап работы. Особенность вашей книжки состоит в том, что очень короткие главы, что приятно для студентов будет, все коротко, а потом вот после каждой главы еще есть вопросы. Это для экзаменов. Естественно, значит, учебное пособие. Коллеги, еще вопросы к нашему гостю остались, да, пожалуйста, на третий ряд. Ольга Жигарькова, Моимир, газета. Хотелось бы услышать мнение присутствующих историков, что они думают о судьбе национальных государств в будущем. Интересно, да? Программ. Кто готов начать? Еще, сейчас. Я думаю, что судьба будет благополучной. Эти государства... Сохрите. Я просто пока не вижу, что может прийти им на смену не в качестве элементов с теми международных отношений, о которых говорил Андрей Анатольевич, а в качестве организаторов внутриполитической жизни вообще каждого государства. Что может быть, собственно, альтернативой, да? Прямая демократия, Вече, анархия или что? Поэтому я думаю, что... Они подтвердили свою жизнеспособность, и я думаю, что их будущее, по крайней мере, в обозримое будущее вполне благополучно. Я бы сказала, что, наверное, не совсем так. Вот, может быть, и благополучно, но дело в том, что существует очень много теорий сейчас, которые доказывают, что мы вступаем в эпоху нового средневековья. В каком смысле? Не в смысле, естественно, деградации, там, утраты веры в науку, там, или чего-то другого, хотя здесь, наверное, тоже имеет место. Здесь немножко другая история. Дело в том, что, как мне кажется, что в обозримом будущем мы будем иметь целый ряд самых разнообразных вариантов государственного устройства. Это могут быть империи, причем империи не в том смысле, как мы можем смотреть на империи монархического типа. Это совершенно необязательно, кстати, империя должна быть монархией. Абсолютно ничего такого нет. Это могут быть какие-то образования совершенно такого конфессионального типа, которые будут очень далеки от, соответственно, национальных государств. Это могут быть самые разнообразные конфедерации, федерации и так далее. Вот я бы, наоборот, как раз видела перспективу в том, что это множество разнообразных форм государств, и только одно из них могут быть национальные государства, которые еще кое-где сохранятся. Вы считаете, что национальные государства будут готовы отдать часть своих полномочий некой национальной структуре? Иногда они не будут готовы, но им придется это отдать, потому что все-таки никто не отрицает процессы глобализации, определенного размывания каких-то компетенций и так далее. То есть это будет очень по-разному, как мне кажется. Мы здесь не можем дать прогноз, что это будет только одно какое-то конкретное направление. Ну, я думаю, что вы не имели в виду, что это государство одной нации, да? Вы имели в виду, что это государство современного типа, или фестфальского типа. То, вообще-то, в начале еще 90-х годов уже сложилось определенное видение этого, ну, по крайней мере, то, что мир, там, новых трех геоэкономических блоков, Азия, Европа, Америка, мир, который вообще говорили о том, что государство отомрет, это большая глобальная деревня и тому подобное. Скорее всего, государство, которое сейчас, ну, сама глобализация, она мультиплицирует процесс государства образования. Вот если брать раннее, вот, скажем, тоже индустриальное общество, то малое государство, как правило, не могло существовать, его все равно сожрет. Поэтому лучше было существовать в рамках этого государства. С усилением вот этой процесса глобализации, после того, как были сняты такие искусственные припоны, ну, как-то разделение мира на две системы и тому подобное, этот процесс ускорился взаимозависимости, и сейчас могут существовать квази-государства. То есть существует, когда вот Россия-то в такое превращалась, в 90-е годы, когда есть квазиполитическое единство, то якобы центр управляет, есть там знамя, герб армии и тому подобное, а в экономическом плане это существование совершенно отдельных территорий, которые вписаны в другие центры экономического роста, находящиеся за границами национальными. То, на мой взгляд, вот сейчас процесс идет к тому, что вот я беру вот только нынешний временной срез, он идет к тому, что крупные государства начинают образовывать вокруг себя некоторую, ну, как бы являясь ядром, некоторой такой региональной зоны, да. Мы когда говорим, вот у нас очень часто, Россия-то великое государство, она глобальная, да, где глобальная держава, она не региональная держава. Это плохо, что мы не региональная держава. Потому что региональная держава, это не означает то, что она находится в регионе, а то, что она создает свой регион. Вот сейчас многие государства пытаются, даже крупные государства, создать вокруг себя регион. И вот эти крупные региональные объединения могут быть в конечном итоге ядром тех систем, которые в конечном итоге сформируют систему международных отношений уже, может быть, к концу этого века. Потому что нынешняя тенденция направлена как раз на то, что каждое практически крупное государство, которое способно это делать, по разным принципам историческим, смотря с окружения, вот Индии, например, не из кого лепить эту зону, ну, мягко говоря. Вот посмотрите окружение Индии, из кого ей это сделать. Поэтому Индия идет, она является, там, Асиан плюс шесть, и вот одной из шести является Индия. Иными словами, она пытается вписаться в другой регион и там создать свою систему взаимозависимости. То есть национальные государства, крупные национальные государства или державы, они, скорее всего, будут ядром неких вот таких вот блоков, которые будут называться зонами свободной торговли, таможенными союзами, неважно как. Но основу их, прежде всего, базу будут стягивать как раз с экономические узы, а уж над этим надстраиваются политические институты. Можно назвать это империями? Знаете, с большим трудом, наверное, можно, но, скорее всего, мне вот больше подходит, скажем, как вот экономические региональные объединения. Европейский союз, я не представляю, как объединение равных. Вот как была Священная Римская империя, германской нации, так вот практически... То есть Европейский союз – это не модель будущего, да? Европейский союз не смог стать государством. В 2004 году у них была такая возможность, они могли бы принять конституционный договор, стать неким таким конфедеративным или федеративным государством, то есть превратиться. Это он может быть моделью будущего, но если, но не государственного будущего, вот как бы региональным объединением, объединенным вокруг одного центра. Что будет центром? На мой взгляд, пока им является Германия. Но кто знает, вот сейчас освободятся там от разных довесков типа Великобритании, ну, весьма возможно еще больше... Ну, там еще знаете, сколько довесков там появилось? Нет, нет, Великобритания – это серьезная была довеска. В Великобритании был параллельный вариант европейской интеграции, ЕАСТ. То есть параллельный вариант стягивания вокруг себя Европы, в отличие от центрального и континентального. Так что это был серьезный довесок. Там проблема Франции есть, конечно. А почему тогда Соединенные Штаты отказываются от транс-тихоокеанского, транс-наплантического партнерства? Это же ваша схема. Нет, потому что это глобальная схема. Два кольца – это то же самое в 90-е годы. Это был АТЭС и зона свободной торговли двух Америк. Вот это два столпа основных. Буш хотел еще добавить – это ближневосточная зона свободной торговли. То есть треножник такой сделать. В конечном итоге у Буша-младшего стал он доделывать вот эту одну зону, и начались переговоры по другой. То есть и то, и другое было задумано в конце администрации Буша. И одно партнерство – трансатлантическое и транс-тихоокеанское, но они оба являются глобальными. Вот конкретно сейчас, что делает Трамп, это он под себя подминает, вернее, заставляет бедных мексиканцев и канадцев пойти еще на большие уступки, чем они сделали это в нас. И, кстати говоря, по-моему, сломал уже. А в нашем случае это Евразийский экономический союз? В нашем случае, да. Нам надо еще шире распространяться. Один пояс, один путь. Один пояс, один путь – это не наш выбор. Но мы все равно сотрудничаем. Да мы должны сотрудничать, а как по-другому? Все эти региональные объединения должны будут взаимодействовать между друг с другом. Но, тем не менее, на каких-то принципах они строятся на своих. Вот нам свои принципы надо выработать. Еще добавления будут? Остановимся. Коллеги, еще вопросы? Давайте девушка сначала не задавала, а потом уже ваше уточнение. Представьтесь. Здравствуйте, Дарья Лобанова, Ангарчакова. Спасибо большое за труд, Алексей Валерьевич. Вот мы уже с вами больше восьми лет знакомы, и благодарю вас за те знания, которые вы передаете, и студенты, мы уже выпустившимся выпускникам факультета. В продолжении темы про расширение дальнейшей России, хотела спросить, как вы считаете, к примеру, в перспективе, там, через 30 лет Россия будет являться региональной, либо же глобальной державой? Спасибо. На сегодняшний день мы являемся глобальной державой, потому что мы, благодаря соотношению силовых потенциалов, прежде всего, и поскольку только у нас в Соединенных Штатах, на сегодняшний день есть полный спектр фундаментальных наук. Вот что мешает и Китаю, и Индии создать полноценные военно-промышленные комплексы? Одна из причин – отсутствие у них полного спектра собственных фундаментальных наук. Они вынуждены опираться на нас. А это построить, извините, не один год, если так сказать, и, может быть, даже столетия на это нужно. Понимаете, у нас неверно трактуют. Это не купить пять ученых, которые будут работать. Это создать систему, которая будет у вас воспитывать специалистов, которые смогут воспитывать тех, кто будет совершать уникальные открытия. Вот какая, да, это, в общем-то, непростая штука. Может, вы Китай недооцениваете, Алексей Валерьевич? Да что-то пока не очень-то видно. Какое собственное, да, все создание, все системы вооружения Китая, они все равно в основе лежат российские или какие-то другие разработки. Но не собственные ученые сели, открыли, сделали. Такого у них, извините, пока нет и не знаю, насколько предвидится. Вспомните, что мы свою систему, по сути, с Петра Первого выстраивали, а американцы, по сути, перевезли после Второй мировой войны немецкую систему, которая строилась с 16 века. Но еще российские мигранты были после 17-го года. Потом еще и российские мигранты после 17-го, совершенно точно. То есть, посмотрите на временные промежутки, сколько нужно построить такую систему. Поэтому говорить о том, я не знаю, для того, чтобы кардинально изменилось соотношение сил, для этого обычно нужны какие-то военные конфликты. Вот если произойдут какие-то крупные военные конфликты, тогда действительно сад. А я думаю, все-таки, нравится нам это или нет, но в ближайшие 25-30 лет они обязательно произойдут, все предпосылки для этого есть. То это, конечно, изменится не только соотношение сил, но и, наверное, саму структуру порядка. Я, например, не уверен, что через 25 лет мы увидим ООН и Совбез, сохранившимися в их прежнем качестве. Андрей Анатольевич, как всегда, не согласен. Нет, конечно. Ну, проблема, которую задала вопрос девушка, она проста. Понимаете, не будучи региональной державой, вы не будете глобальной державой. Россия не глобальная держава. Скажите, пожалуйста, наши интересы на Фиджи какие? Что мы там хотим, например, получить? Базочку американскую под прицел взять. Если бы они у нас были, мы бы там присутствовали. Есть еще один вопрос. А нам это надо? Вот, по большому счету, Советский Союз был глобальной державой. И что, мы от этого лучше жили. Мы континентальная держава. Есть глубинные противоречия между континентальной державой и державой океанической. Океаническая строит за счет освоения вот этого морского пространства. То есть, торговых связей между континентами, прежде всего. Континентальная держава основывает свое могущество на богатстве собственных недр. Как правило. Вот у нас самая главная наша проблема. Нам бы Сибирь освоить, а не глобальной державой быть. А мы ее осваиваем, мы так сколько там веков-то? Три, четыре, да? Паршев написал, что это вообще невозможно. Вот, ну вот видите, прекрасно. Американцы говорят о том, что вот если не можете освоить, то давайте отдавайте это нам, это кладезь человечества. Вот вам конфликт. Тогда сошел Вашингтон. Он это глобальная держава. Алексей Валерьевич, у нее решение простое. Туда пару бомб, сюда пару бомб. Нет Вашингтона, нет проблемы. А потом экономику нам построят пленные американцы. Ну, не так-то так. Еще вопрос ваш. Да, микрофон, пожалуйста. Московская правда, нет. Ну, после этого ответа стало полегче. У меня вопрос, если можно, строго к вам, Алексей Валерьевич. Все же так просто, пару бомб туда-сюда не получится. Потому что, если верить Крашенинниковой, то этот мир, прежде всего, он сложен системой сетевых горизонтальных связей, которые живут по своим законам. Вот как это называется и как быть с тем, потому что действительно можно оспорить любой тезис. Суверенитета нет не у нас, суверенитета нет и в самих США. И когда вы говорите, что Трамп там чего-то делает, Трамп, он повязан за все органы, я извиняюсь. Как вообще тогда теоретически, с морально-этических каких-то, ну, любых. Вот должен быть суверенитет у каждой национальной страны. Или нормально, когда есть вот такие вот, ну, теневые, что ли, экстраполитарные империи, как вот сейчас сложилось. Даже непонятно, где центр влияния и кто отвечает за все это. Спасибо большое. Ну, во-первых, я бы разбил ваш вопрос на три части. Первая относительно бомб, я это привел, если они требуют от нас Сибирь. Вот вы знаете, если они требуют от нас Сибирь, тогда, по-моему, действительно один ответ – пара бомбочек на Вашингтон. Или послать их куда подальше. Если военным путем, то тогда придется, каждый американец должен жить, чтобы, в смысле, что будут сожжены Нью-Йорк и Вашингтон. Это должно быть у них просто в голове сидеть с детства, что в случае агрессии против России. Это первое. Не пощажен будет никто. Прямо вот тезисами, которые в Советском Союзе использовались. А, особенно не использовались. А вот в том-то и беда Советского Союза, что особенно они не использовались. Ну, это первое, так сказать. Второй момент относительно глобальных империй теневых. А в каком веке их не было, простите? У меня вопрос. А в каком веке не было глобальных теневых империй? И что, это мешало воевать как-то государству? По-моему, нисколько. Ну, наконец, третий момент. Глобальная теневая империя сегодня – это что? Вы знаете, сразу вспоминается хороший итальянский фильм «Спрут». Помните, как там Карада Катани делает столкновение с мафией во главе с адвокатом Тиразини, а затем и с его шефом-адвокатом Деканчини. Это, я помню, с детства начало каждой серии шло с этих слов. Потом относительно… Если я правильно понимаю, это имеется под теневыми империями. Криминал, теневые структуры, лоббистские группы, а в каком столетии их, простите, не было? Что в этом такого нового, что в этом такого уникального? То, что он вышел на глобальный уровень, но он, простите, выходил на него и в предыдущие периоды. Да, наверное, действительно, теперь ему стало легче взаимодействовать ввиду появления наднациональных систем перевода денег, транзакций. Но, опять-таки, насколько это будет вечным, не произойдет ли их ренационализация, это тоже большой вопрос. Ну, и, наконец, последняя ваша часть. Понимаете, мы все время забываем одну вещь. Мы мыслим, и правильно говорить, про морально-этические нормы в категориях ялтинско-подсдамского порядка. Вот в уставе ООН прописано равенство народов и рас. До 1944 года никто и слыхом не слыхивал про такое. Вот если, а кто нам сказал, что так будет вечно? А кто нам сказал, что в будущем порядке не вернется норма, что большие государства имеют право делать все, что угодно с малыми странами? Или, например, что аннексия – это норма международных отношений. Кто нам сказал, что это… Наша жизнь сама к себе циклична в природе. В общем-то, вернемся к первобытно-общинной строй. В гармонии с природой. Кто-то говорил про это. А экологи нам этого и хотят сделать, читая наших экологов. Нет, Алексей Иванович, если бомбы туда, бомбы сюда, то вот как раз вот это вот и будет. А не факт, кстати. Коллеги, вопросы остались нашим гостям? Ну что ж, вопросы исчерпаны. Тогда перейдем, наверное, к самому торжественному и приятному для автора процессу – это подписание монографии. Вот пользуюсь лучшим властью подписывать. Мне первый. Уже, по-моему, не осталось. Кто не успел, кто-то опоздал. Коллеги, если кто-то взял лишнюю книжку, поделитесь с коллегами-журналистами. Никто никогда не поделится в этом проблемах. Это правда. А почему надо делиться? Так, какой там у нас сегодня человек? Сейчас надо подпиши. Спасибо. 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 Спасибо.